Обратите внимание на пылочки пальцев ваших ног, пошевелите им, сконцентрируйтесь, почувствуйте ножки, стопочки, даже сомните сильно пальчики, отпустите, почувствуйте, как приятная энергия расслабления начинает подниматься вверх по вашим стопам, от пальчиков вверх, пяточки, голове, коленки. Все выше и выше вас накрывает приятной тонной волной бедра, таз, окон тазом расслабляется, ходит все напряжение внутри, животик, грудинушка. Плечики, ручки, губы, пальчики, ручки свободны, лежат, свисают, нет никакого напряжения в теле. Шея, галушка, обратите внимание на ушки, на макушку, когда вы на волосики почувствуете, как прямо шевелится. Шевелится в носике, на галушке. Делаем глубокий вдох и на выдохе проваливаемся еще дальше, еще глубже, еще глубже в себя. Возвращаемся в основание нашего позвоночника и большой, прекрасный, теплый шар начинает подниматься от копчика. С каждым позвоночком все выше и выше вы проваливаетесь в приятное состояние радости и любви. Поднимайте все выше и выше и выше и попадайте в пространство, в безопасное пространство, в пространство вашей души. И сейчас мы зададим в своей душе вопрос, что такое карма, какие механизмы я их даю. Как будто поднимаюсь по ступеням, таким маленьким, маленьким. Поднимаешься по ступеням и состояниям радости. Надо считать наполнять область твоей груди. И происходит единение души и разума. Ты легко управляешь своим вниманием, направляешь его туда, где есть ответ на вопрос, что такое карма. Такое есть огромный механизм с множеством деталей, разных каких-то деталей. Они все, да, ощущение, что одна запускает другую. И можно... Надо идти над этой картиной выше и выше. И ты более объемно, более четко видишь эту структуру. И ты можешь описать ее. Со всех сторон посмотри на нее. Что я себе представляю пока. Как будто пропала. То есть отдалилась, отдалилась, отдалилась с таким... Ты можешь приблизить, рассмотреть все в детали. Она как будто светит на меня своим, вот, своим светом. И вот как меняются там механизмы между собой. Вот таким свет становится то сильнее, то слабее. Что ты чувствуешь, когда этот свет светит на тебя? Спокойственно. Хорошо. Очень спокойно. А сейчас... А сейчас ты можешь углубиться в этот свет. Проникнуть в его суть. Войди в этот свет и посмотри, что ты проникнуешь. Дышать труднее стало. Подумай. Подумайся с ты. Почувствуй, как волна от кончиков пальцев, ног до макушки. Накрывает тебя состоянием радости и любви. Мощный поток. Который защищает тебя от всего. И ты чувствуешь себя в безопасности, в спокойствии. И тебе легко и слабо. Все напряжение из тела уходит. Ощущение, как будто, когда этот свет меняется, вот этот силуэт, силуэт человека, на который вот этот свет попадает человеку, вот этот силуэт, он делает какое-то движение. То есть меняется цвет, меняется, то есть поднимается нога, как будто вот что-то сделать. И вот это вот движение человека, оно символизирует какое-то решение. То есть вот этот свет управляет этим человеком. Нет, именно наоборот, именно свет управляет этим человеком. То есть он его заставляет как будто делать. Что из себя представляет этот свет? Посмотри, посмотри внимательно. Просто вот... Приблизь этот свет, посмотри его структуру. Просто поток. Поток, который управляет человеком. Или поток, который подсвечивает дорогу человеку. Нет, он светит ровно именно на человека. То есть от него вот этот силуэт начинает светиться. Как будто... И свет управляет человеком. Свет управляет человеком. Да. Может, свет управляет человеком. Да. Да. Да, свет управляет. Свет управляет человеком. И человек повинуется. Да. Не потворечет карту. Нет. А что будет, если он не будет услышать? Начинает раскручивать меня как будто... Состояние такое, как будто меня крутит на месте. Вот прям по спирали закручивает. Человек не хочет следовать этому следу. Да, ощущение, если выйти из этого света, станет темно. Его воля сильнее. Он не хочет следовать этому следу. Ему некомфортно следовать этому следу. Что тогда? Появляется другой. Другой. С другой стороны. И не такой структуры. Другой совсем. С другой стороны. Прямо. Прямо перед глазами. Вот как усиливается, усиливается. Все ярче, ярче. А что происходит с тем светом? Карл? А еще зори? Нет, нет. Он показывает, куда... Вот хочется на него идти. На какой хочется следовать? На новый? На новый. На новый. На новую. На новую, куда называется? Что происходит со старым светом? Со светом Карл? Исчезает. Потихоньку. Угасает? Угасает. Угу. А теперь давай обратим внимание на новый свет. Что такое новый свет? Он другой. Другой по ощущениям. Другой. Как будто... Слово выбор. Выбор. Все звенит. Слово выбор. И все. А он выбирает уже человека? Нет. Наоборот. Силуэт этот, который стоит у меня. Силуэт, он хочет идти на этот. Или... И выбирает, как идти. Чем питаешь этот... Откуда источник этого света второго? Ой, издалека. Очень издалека. Прям вообще. То есть, если тот, он как... Как... Как сверху, как лампочка такая сверху над головой была. Вот из этого механизма... Вот... Это вот... Все это вообще происходит на огромных просторах. В огромном таком пространстве. Как будто... Ну, как будто в космосе. И... Вот этот кармический свет, он светил сверху. И потом появился вот этот как спереди. То есть... Неважно, или сбоку. То есть... Неважно. Он как будто... Перпендикулярно ему. То есть, тот сверху, а этот вот напротив. И как будто светит, подсвещает путь, что ли. Он навстречу. Не от силуэта, а наоборот, навстречу ему. Вот прям в глаза все ярче и ярче становится. Корма получается легко отказаться просто. Можно. Если можно отказаться. Отказаться решение. Да. Следовать своего... Отменить. Отменить. Убрать страх. Страх того, что будет темно. Без света кармы. Потому что потом все равно зажигается другой. Потом зажигается другой, да. Благодаря Евгения. Может быть, девчонки хотите дополнить что-то? Что-то видели? На что вы обратили внимание? Юля и Ириша. У меня тоже были потоки. Вихревые такие потоки, я видела. И когда Андрей спросил, если отказаться, если не пойти, то у меня тоже выбор. Человек может легко отказаться. И тогда появился у меня как тоннель такой освещенный. И он такой свободный. И у человека такие возможности, если он широкий. А этот был как воронка такой, который втягивал, от которого он отказался. Ну, если бы отказался. То же самое. Хорошо. Мне пришло. Да, Юля. Скажи, пожалуйста. Ну, у меня, что вот эта вот карма, как бы, это составляющая программно-следственных каких-то таких, которые, в основном, да, в основном, наследственных. Ну, что-то вот из сознания, которое сознание уже набралось вообще. Но оно идет из реинкарнации. И, в общем-то, цель человека отказаться вот от этой кармы и отказаться от этих программ, найти их и обеззреть. И тогда уже появляется это... Ну, вот у меня была картинка, как лабиринт, да, вот детская, ну, такая детская игрушка-лабиринт. И если мы находимся в карме, в этих программах, то мы видим только стены. А если мы уже отказываемся от этих программ, то мы видим вот этот вот лабиринт сверху, то есть как карту. И мы уже выбираем, куда двигаться. Ну, вопрос. Вот. Зачем первоначально карма цепляется к человеку? Я бы по-другому. Можно я переформулировать немножко? Вот душа приходит к ребеночку. Вернее, вот душа, так сказать, реинкарнирует, то есть из самого тела уже ушла, набравшись определенного опыта, да, и приходит в новое тело. Но в новом теле совершенно другая карма. Или душа, ну вот, душа подбирает? Что-то в теле нет кармы. К теле кармы нет? Нет, душа переносит карму из-за предыдущего. Если мы просто, мы только что беседовали о том, что это как-то наследственно передается вместе с ДНК. Ну, как сказать, ну, реинкарнат, я, может, неправильно выразил. Ну, ты же семью подбираешь именно согласно карме. Я могу просто уточнить вот этот вот момент. Семью ты подбираешь? Тело, это... Карма относится к сознанию или к душе? К сознанию. Именно к сознанию. К сознанию. Вот тут вопрос. Ну, вопрос. Мне тут как сознание. А душа? Сейчас давайте покопаемся, глупо что-то опять. Угу. У меня картинка такая. Вот душа выходит из тела. Угу. Просто как будто сама по себе не двигается, просто летит куда-то. Потом... Потом как будто бы, как будто у нее появляется цель, куда лететь. Она начинает раскручиваться, вот прям как игрушка детская ее. Вот так вот она крутится, крутится, крутится и летит туда, куда ей... Куда ей надо, куда ей хочется, подлетает к новому телу и вот таким же светом светит, как вот был кармический свет, таким же светом светит на новое тело. То есть как будто они объединены, что ли, вместе. У души тоже есть кармал игры. У них просто более высокий уровень, в каком-то моменте они соединены. Наверное, в момент, в момент входа в новое тело. Давайте посмотрим механизм, что влияет на изменение кармы. Вот что является спусковым механизмом, посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы запустить, отказаться от кармы, запустить механизм отказа от кармы и перейти на волю и... Ну, на волю, на свое решение, на другую, на осознанную. Ну, у меня сразу было, когда вышла из кармического света, вышел этот силуэт страх, страх выйти. Только... Только страх. Избавиться от страха. Да. Да. Тогда можно... От страха неизвестно, что там, что если... Страх неизвестности. Да. Что я... Как... Как дальше, если оно не светит? И какое решение дальше идет? Вот... Отменить, перебороть. Хорошо. Я вышел из пути кармы и нахожусь сейчас в полном неведении того, что будет дальше. Что значит? Сразу появляется новый свет, вот этот. Ты творец. Угу. Угу. То есть осознание себя творцом. Угу. Является... Возможности открываются. Варианты, не забывайте. Угу. 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 Очень широкие. Широкие. Вот и мне пришлось сейчас. Широкая такая дорога, широкий путь. У меня прям пространство огромное открывается. То есть, это момент осознания себя творцом. Это очень легко. И является от этих спускового механизма являющимся моментом отказа от кармы. Кармы. Так. Ром, подгрузи немножко еще. Давайте углубимся в наше состояние. Держим глубокий вдох и на выдохе провалимся еще глубже. Вдох. 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 Еще дальше. И еще приятная волна. С большей силой. Волна радости, начиная подниматься от кончиков. Вдох. 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 И наполняет тебя. И увлекает пространство любви, нежности, безопасности. Вдох. 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 Образы приходят легко, четко, понимание того, что ты видишь, усиливается. Ты можешь разбираться где-то, еще, подкачай, отлично. Девчонки, хотите, Юль, или же добавить что-нибудь? Нет? Что бы нам еще посмотреть? Как она вообще появляется? Как она появляется точно? Откуда у нее эти хвосты? Где ее начало? Вот вы ждете человечек, и что происходит? У меня все время идет карма задачи. Так это задачи. А кто предписал эти задачи? Это чьи задачи? Как задачи, которые что-то делают, что-то дают. Ты можешь понимать, ты понимаешь все, понимаешь четче, яснее. Сделай вдох, выдох, и понимание растает, ты погружаешься в это понимание, осознавание. И что ты видишь? Тебе комфортно и спокойно. Тебе комфортно и спокойно. Где зарождается карма? Что за задача? Какой характер этих задач? Это как-то связано с энергией. Это что-то для этого. Вот, если представить жизнь как прямую линию и события на ней как черточки. Вот мы просматриваем, например, одну линию событий. Человечек рождается, растет, начинает ходить в детский сад. Вот такие линии событий. Потом появляется, потом начинает ходить в школу, общается. И какие-то вот жизненные ситуации, например, какая-то травма случается. Я не знаю. Что? Есть ли в этом карма? У меня идет такое, я расскажу со своим языком. Как будто благодаря этой задаче, карме, капсулируется эта энергия по линии жизни. Но это для того, мы хотим ее одним махом убрать, поднять сразу. Как будто бы, знаешь, как человек живет и где-то у него, как чердачок или как рюкзачки складывается, складывается эта энергия. И в какой-то момент… Он набирается и переходит на следующий уровень? Да. Ну, по типу такого. Левел ап? Как? Ну, на уровень. Ну, вот в какой-то момент, как все равно, вот капсулка одна так раз открывается, каким-то образом решается что-то. И ему как, ну, подпитка силы какая-то, я не знаю. Ну, как вот… Ну, вот так у него почему вот идет. А если одним махом, то не каждый выдержит такой поток. То есть, к этому надо быть готовым. Хорошо. Этот поток как-то может повлиять на тело? Нельзя. 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 На крышу снести просто. Угу. То есть, эта карма позволяет мягко пройти процесс сознания? Я этого хочу сказать. Ну, она даже как помощь как-то… То есть, постепенное осознание, она позволяет… Да. Да. И как-то вот оно… Как будто бы вот ты про линии жизни, да, говоришь. Как будто вот сейчас этот период, когда у многих это может раскрыться, эта энергия. Вот эти капсулки, как в большом количестве больших людей, она может просто открыться уже как надо им. Для какого-то… Само. Без… Для какого-то время или как момент какой-то. Вот оно само, да. Сейчас человек осознает, и большой выхлоп энергии у многих появляется. То есть, в любом случае, человек должен осознать, что он творец, и после этого происходит процесс открытия. Да, да. И как будто бы вот сейчас очень много людей, которые начинают понимать это, свои возможности, что ли. Ну, вот как-то оно… А как раньше, если глянуть по линиям, то много-много-много этих капсулок, а они там периодически где-то раз откроются, выхлоп пойдет. И как-то так… Как бусы… Как бусы… Бум-бум-бум-бум. Угу. А вот как будто бы сейчас, как знаешь, как… Как-то какие-то… Вот именно вот… Возможность у многих людей сейчас… Как взрыв какой-то прямо… Смотри, пожалуйста, чем услуганы эти возможности. Что такого случилось, чего не было тогда, а что есть сейчас? За счет чего произошло, увеличили возможности… Ресурс. Угу. То есть момент для осознания и принятия ресурса в себе позволяет раскрыть большее количество возможностей. Да. Больше количество событий может произойти, да? Как накопление какое-то уже вот произошло… И… А теперь поставьте вот образ создатель такой, поставьте перед собой человека из прошлого, вот сто лет назад, и человека из настоящего. Вот как будто на ладошках на двух поставьте, и пройдите по нему сканерам. И задайте вопрос, что изменилось в человеке, что позволяет сейчас проживать значительно быстрее и осознаннее жизнь? У меня человек рисуется… Информационный ресурс. Рисуется из прошлого, рисуется так… ну… уплотненным, таким худеньким… Такой… А который теперешний, он как-то такой расширенный… Угу. Он какой-то такой… Как… Как вот… Яйцо, да? Его как раскрывают, и вот оно такое… Он расширенный внутри, он какой-то более… Если тот узкий, то этот такой… Белый. А… Да, и он как-то вот расширенный, я бы сказала, он такой… Угу. И вот… Он как-то светится даже больше… Состояние вибрации другого. Состояние вибрации. Состояние вибрации. Как ты можешь для себя подсветить сканером? Это будет цветовая оболочка человека, или это будет где-то отклик в теле, который застревает, там сканер идет и застревает? Либо еще как-то… Как вы можете для себя информацию о частоте вибрации человека для себя зафиксировать? Какой образ проходит сейчас? Как вам бессознательно может это выбрать и выдать? Какой картиной? Еще раз, Наташа, не понял. Вот, ты поставила двоих людей. Вот один у тебя расширенный, один плотный. Понятно, речь идет о вибрации, о частоте, да? Угу. У кого какие у вас еще идут? Поняла. Вот когда на этого из прошлого смотреть, то он как… Если по нему вот навести на него… Ну, сканер, не сканер… Он как будто бы, знаешь, как не проходит внутреннюю, внутреннего этого человека. А этот человек, он прям как впитывает все, через него прям вот проходит все очень легко, как-то так свободно проходит. Вот такой он. Да, как будто вот с человеком с прошлого, у него какие-то шипы вокруг, вот, вокруг силуэта, шипы какие-то непринятия чего-то. А современный он как-то больше… Разреженный, что ли? Да. Как будто согласный, готовый на какие-то… По позвоночнику, из позвоночника вот идет, у нового человека из позвоночника идет. А позвоночник там вообще у меня как-то у нового человека, как вот центр вот этого разреженности, это какое-то пространство, что он такой расширенный, а внутри как свет какой-то он немножко другой. Давайте заглянем еще на сто лет вперед. Возьмем человека через сто лет и поставим третий. Знаете, какой он? Какой-то у меня вообще рисуется полупрозрачный. Согласна. Ну, только у меня как-то он гораздо больше, выше, чем, гораздо выше, чем вот предыдущий. Полупрозрачный и шире. Шире и выше. Светлее, что ли. У меня как вот полупрозрачный, вот такой прям эти бубочки какие-то есть, там где-то какие-то цветовые точечки. Но они как-то так, и больше знаете как, как-то больше даже по, он больше прозрачный внутри, а снаружи больше света как-то. Ну не снаружи, а как это объяснить. Вот рисуется как овал такой. И он больше прозрачный. Конечно. То есть человек все-таки развиваться будет, никуда не денется, вверх пойдет. Причем так интересно, вот если у современного, да, звоночника, то там у меня показывают, что она как будто как в спирали закручивается и при одном и том же объеме оно как бы более такой энергоемкий становится. Ну вот что-то такое вот. Даже как, ну вот почему-то упорно показывают, как в улитку скручивают, ну вот как в руках. В руках. В руках какую-то, да. В руках какую-то, да. В руках. Ну вот что-то как-то, конечно. А давайте сейчас вот тему карты, вот ты провел целиком, да? Ну мы рассмотрели аспекты. Ну то, что девчонки смогли увидеть, мы посмотрели. Хорошо. Давайте сейчас перейдем к тренировке. Как брать информацию с человека. Давайте рассмотрим тоже, кстати. Да. Вот давайте. Была такая артистка, Любовь Орлова. Необычайно интересная женщина, был созданный образ на телевидении, была личная жизнь. Я думаю, не все ее знали, помнят и так далее из молодого поколения. И наверняка даже и не знают, кто это такая. И это прекрасно. Поэтому вот мы сейчас выводим Любовь Орлову, приглашаем сюда к себе, прощаемся с запросом к самому себе и просим пригласить сюда Высшее Я Любови Орловой. Стань перед собой и получите, кто к кому пришел. Вдох-выдох поднимай в состоянии и не зажимай чувства. Мы сейчас уходим на эмпатию, поэтому если чувства пережаты, они будут вылетать в головной боли. Чувства зажимать нельзя. А мы как раз на эмпатию пошли, поэтому сразу сработала голова, потому что чувства зажимаешь. Легализуй. Если что-то чувствуешь, проговаривай. Легализация идет через проговор. И кто к нам пришел? Кто первый? У меня такой улыбающийся объект. Почему-то такая. В глаза как-то так смотрят. Музыка. Как? Эмпатийная, сними черты характера. Кто она и что она? Она как даже в жизни роль играла. Угу. 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 И как у нее жизненные роли проходили. Рассказывай, рассказывай. Что не чувствуешь? Ну как-то мне кажется, не совсем у нее с личной жизнью было хорошо. Хотя она очень как-то так старалась. Она больше играла даже в жизни, она не показывала наружу свое. А что она чувствовала? Давай почувствуем. Вот личная жизнь, ее чувства. Ощущала одиночество с вами. Почему-то мне идет. Угу. 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 Ну как... Музыка. Какое... 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 Какое...